Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Они богаче жителей остальных регионов в 6 раз, а кировчан в 10. Петербуржцы – более чем в 3 раза. Финансовой подушки кировчанину хватит на 5 месяцев, москвичу – на 10, среднестатистическому россиянину – на 6,5. Хотя кировчане остаются небогатыми даже на общем фоне по стране, за год объем вкладов увеличился на 8,5%. Самый большой рост по стране в Ненецком автономном округе – 42%. Около 20% в Чечне и Крыму. Средний процент по России – 11,5. Почти 2 миллиарда рублей по налогам кировчане заплатили принудительно. В консолидированный бюджет в 2021 году через службу судебных приставов взыскано 1 миллиард 800 миллионов рублей фискальных платежей. Кроме того, поступило 132 миллиона по штрафам специально уполномоченных органов и более 260 миллионов исполнительского сбора. Это штрафные санкции за неисполнение решения суда. В бюджет области и в местные бюджеты перечислено 170 и 70 миллионов рублей соответственно. А в целом с должников за год взыскано 6,5 миллиардов рублей. Это по более чем 1 миллиону исполнительных производств. Их количество за год выросло на 11%. Далее информация от наших партнеров. Хотите получать регулярно данные о доходах, приходе, расходах в ваш смартфон? И вовремя закрыть дыры, в которые утекают ваши деньги? Или успеть остановить падение бизнеса? Управленческий учет – это то, о чем пришло время задумываться. Или даже уже внедрять. Когда нельзя ждать? Три главные ситуации. От руководителя компании «Бухгалтерия» Татьяны Максимчук. Первое – это когда у вас появляются кассовые разрывы. Второе – когда вы начинаете масштабироваться, у вас становится резкий рост доходов. Резкий рост расходов. Вы понимаете, что за всем этим нужен контроль. Третий момент – это тогда, когда вы хотите выйти из оперативного управления бизнесом. Хотите в то же время, естественно, контролировать свой бизнес. И вам нужны четкие данные постоянно о доходах, о расходах, о чистой прибыли, о сбоке у вас, о витабельности продажи, для того, чтобы контролировать компанию на основании данных, а не на основании той информации, которую вам, возможно, могут доносить сотрудники. Цифры никогда не врут, в отличие от людей. Компания «Бухгалтеры Я» бесплатно проведет диагностику процесса в вашей компании перед постановкой управленческого учета. Подскажет, как устранить хаос, если он есть. 213-112 – номер партнера, который поможет вам выйти на новый уровень. Экономика. В завершении о валютах доллар снизился на 37 копеек и стоит сегодня 75 рублей 68 копеек. Официальный евро – 86,52, минус 60 копеек к курсу предыдущего дня. Ольга Белезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM. Программа «Экономика» на 101FM.